Привет всем поклонникам и пользователям техники компании Asus! Наш игровой старец Андрей Подшибякин еще с прошлого обзора пообещал вернуться и рассказать о новой игре, которую можно найти в Windows Store на Asus Transformer Book T100. Этот компактный гаджет, несмотря на свои размеры, ничем не уступит большим ноутбукам. Процессор Intel Atom Quad-Core работает гораздо быстрее, чем можно представить. Всем привет, меня зовут Андрей Подшибякин. Вы можете меня знать по телепередаче Starts Live, которая на экранах ваших ютюбов демонстрируется каждый четверг в 20.00. Но сегодня мы собрались здесь по другому поводу. То, что вы видите у меня в руках, это помесь ноутбука, планшета, устройства для игр и много чего еще под названием Asus Transformer Book T100. То, во что мы играем сегодня, то, о чем я буду рассказывать, называется Airport City, двоеточие Free to Fly. В Airport City, как явствует из ее названия, как вы, наверное, уже догадались, нужно строить аэропорт. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это никакая не ферма, как вы можете, наверное, подумать, если посмотрите на экран. Это довольно сложная экономическая система. Помимо строительства ангаров, взлетных полос, мастерских для ремонта самолетов, нужно следить за тремя вещами. Во-первых, вокруг аэропорта образовывается сама собой инфраструктура. Люди живут в коттеджах, они ходят в магазины, они едят даже бургеры иногда, как ни странно это может прозвучать. Экономика аэропорта и экономика поселка, который живет рядом с ним, довольно тесно друг с другом взаимосвязаны. Скажу еще вот, что в игре несколько ресурсов. Во-первых, ну, самый главный, да, поскольку мы управляем аэропортом, это пассажиры. И второй, поскольку мы живем в России, это нефть. Нужно постоянно следить за тем, чтобы у вас в достатке было и первого, и второго. Кроме того, экономическая часть, о которой я сказал чуть раньше, требует того, чтобы магазины, рестораны, ремонтные, строительные всякие, а учреждения постоянно апгрейдились, постоянно приносили доход. Как вы, наверное, успели заметить, я держу T100 на коленях, как обычный ноутбук. Но это потому, что я привык притворяться, что работаю, когда играю, на самом деле. Но я не устану никогда от этого фокуса. Вот у T100 есть такая фишка, мы о ней много уже говорили, я еще раз ее вам покажу. Тут есть специальная кнопочка, если нажать на нее, он превращается в элегантный 10-дюймовый планшет, который очень удобно держать в руках. Клавиатуру мы можем даже временно убрать сейчас из кадра. Давайте выполним квест в прямом эфире. Нужно слетать в ближайший поселок 4 раза, чтобы стать специалистом в этом рейсе. Все это, ну, понятно, да, что все это можно завершить за внутриигровые ресурсы, но лучше гораздо сделать это самостоятельно. А смотрите, еще любопытный есть функционал. Поскольку вы управляете аэропортом как структурой, да, у вас есть такой функционал, как прием гостевых самолетов. Как вы понимаете, на этом многие реальные аэропорты, на самом деле, в жизни очень много зарабатывают. Для того, чтобы это происходило, нужно всегда держать свободную взлетную полосу. Это очень тоже важный ресурс, за которым нужно присматривать. Вот самолет отправился в ближайший поселок. Кстати, рейсы между поселками скоро превратятся в междугородные рейсы, потом в межконтинентальные. И самолеты сами, из вот таких небольших, я бы не назвал это даже кукурузниками, из таких небольших легкомоторных самолетов, как это правильно называется, они постепенно апгрейдятся, они превращаются в винтовые, в реактивные, потом в огромные межконтинентальные лайнеры, которыми мы все так любим летать с вами. Заправка нефтью сейчас происходит, загрузка пассажиров и отправка в рейс. На самом деле, когда долго во все это играешь, вырабатывается такая мелкая моторика, когда ты уже постоянно понимаешь загрузка, заправка, отправка. Неспешная экономическая стратегия, в которой вместе с тем работает и скорость реакции, и голову нужно минимально включать, это то, во что играют миллионы, десятки миллионов людей во всем мире. Вы обратите на самом деле внимание на Airport City. Она примечательна тем, что не требует от вас большой, скажем так, концентрации на себе. Вы можете поиграть в нее 10 минут, пока едете в метро, вы можете поиграть на перерыве, там, на работе, в институте или где-то еще. Она никуда от вас не денется, вы выполните несколько квестов, отправите самолеты в межконтинентальные рейсы, присоедините обратно верхнюю часть к нижней и займитесь снова своими делами. Мне кажется, что в этом, на самом деле, будущая игра, что они не требуют от вас постоянного включения, постоянной концентрации внимания, они где-то параллельной жизнью с вами живут, вы можете обращаться к ним тогда, когда вам этого захочется. На чем мы закончим с вами сегодня? У меня в руках, напомню вам еще раз, если вы вдруг забыли об этом, Asus Transformer Book T100, мощная, компактная, клевая штуковина, которая элементарным движением превращается в планшет, из планшета обратно превращается в ноутбук, закрывается, и я открою вам маленький пользовательский секрет, я вот в машине вожу его между сиденьями, я его просто вот так ставлю и вынимаю, кладу на колени, и делаю что-то, что мне нужно, когда я стою, например, в пробке. Всем пока, до новых встреч в эфире.